Сейчас мы создадим с вами такой элемент курса, как семинар. Семинар это довольно сложный вид работы для студентов, который позволяет взаимно оценивать какие-то работы по заранее предусмотренным вами критериям. Например, студенты должны будут оценить эссе друг друга, или рисунки, которые они, или схемы, которые они загружают на сайт. Я сначала должен создать семинар, нажав на пункт семинар, выбрав его в выпадающем меню. Соответственно, название семинара, ну пусть это будет эссе, эссе 1. Введение в семинар, ну уважаемые студенты, вам нужно написать в срок до такого-то числа эссе, потом оценить их, работать друг друга по таким-то критериям. Здесь я просто напишу введение, здесь. Расписывать введение я сейчас не буду. Параметры оценивания, вот это важный очень пункт. Вам нужно решить, как будет распределяться оценка. Вместе за то, что студент написал качественное эссе, ну допустим 50% за эссе, и 50%, пусть это, кстати, именно проценты почему-то здесь не указано. Ну, к примеру, нет, пусть это будет 10 и 10, 10 баллов. Все-таки это не проценты, это баллы. Десятичных знаков в оценках, поскольку, в принципе, возможно, дробные, пусть будет 0. Соответственно, совокупное оценивание позволяет мне сумму оценки за само эссе и за рецензию на эссе распределить вот таким образом. То есть за оценивание чужих работ студент получит столько же, сколько за свое эссе. Параметры работы. Здесь я пишу какие-то инструкции. Ну, к примеру, загрузите файл с эссе до какого-то числа. Максимально один файл, пусть он будет до 5 мегабайт. Я не хочу, чтобы студенты загружали туда что-то огромное. Далее, вот здесь пункт работы, предоставленный с опозданием. Если я хочу, чтобы студенты могли загружать файлы даже после крайнего срока сдачи, когда уже другие оценивают, взаимно оценивают работы, я могу поставить галочку. Тогда студент сможет загрузить свою работу. Но я не хочу, чтобы студенты расслаблялись, поэтому галочку ставить не буду. Инструкции по оценке. Вот здесь я должен написать в срок до такого-то, такого-то «Оцените две работы своих сотрудников в соответствии с критериями». Ну, в данном случае галочку я не ставлю. Студенты свою работу оценивать не могут. Отзыв. Режим общего отзыва – это значит, что студенты могут после того, как по критериям поставят какие-то баллы, по критериям дадут свои частные отзывы, они могут еще дать общий отзыв по работе. Максимальное количество вложений – ноль. Я не хочу, чтобы общий отзыв был в виде какого-то документа, хотя, в принципе, возможно имитировать работу на конференции, когда студент пишет полноценный отзыв на чью-то работу, рецензию. Я сейчас не буду делать такие сложности. Заключение. Заключение будет даваться в конце этого мероприятия. Например, «Спасибо за работу». «Примеры работ». Возможно сделать так, чтобы были даны для пробной оценки какие-то тренировочные работы, например, образец эссе, который студенты могут оценить. Я не буду этого делать. «Доступность в определенные даты». Вот это для меня самое важное. Я считаю, что студенты должны написать эссе, к примеру, начиная с 5 по 15 мая и, начиная с 16 мая, тогда с 16 мая, к примеру, сутки у них будет на то, чтобы подумать, начиная с 16 по, к примеру, 20 мая, они должны написать парочку рецензий. Итак, получается, что я сделал для студентов такое вот мероприятие, в котором они оценивают работы друг друга. Ну, здесь сейчас все настройки, которые я хотел, заданы. Однако, ну, общие настройки, кстати, вот здесь очень важно, групповой режим или не групповой. Весь поток работает, оценивая работы друг друга или только в рамках группы. Я оставлю весь поток, значит, без групп. Хорошо, вот сейчас я создал эссе, но пока не задал никаких критериев. То есть, это мероприятие, как создано, я могу зайти внутрь этого семинара, который называется эссе. И здесь у меня заданы в табличке такие настройки. Задать введение для семинара, предоставить инструкцию для работы и редактировать форму оценки. Форма оценки очень важна. В данном случае ее как раз у меня нет. Когда я нажимаю на форму оценки, здесь я должен объяснить студентам, какие критерии для оценки эссе они должны будут применять. Ну, например, грамотность. Могу расписать подробно, но у меня сейчас нет такой возможности. Что я подразумеваю под этим словом? Какие требования? Например, одна ошибка, там, минус 2 балла. Высшая оценка, ну, к примеру, пусть это будет 10 баллов. Вес единица. Критерий 2. К примеру, содержание тоже пусть 10 баллов максимально. Вес равен тоже единице. То есть они одинаковы будут по своему значению. Критерий 3. Ну, к примеру, это будет соответствие теме. Оценка такая же, хотя, в общем, я понимаю, что можно по-разному распределить, можно добавить еще критерии. Ну, давайте я сохраню. Сохранить и посмотреть. Вот в данном случае, получается, студент будет иметь перед собой, после того, как прочитает эссе своего однокурсника, одногруппника, он получит вот такую табличку, в которой может выбрать оценку, может оставить отзыв по поводу этой оценки. Например, грамотность 8. Здесь пишет какой-то отзыв. Критерий 2. Содержание. Например, 10 баллов. Тут пишет какой-то отзыв. Критерий 3 пишет какой-то отзыв. И общий отзыв. Например, работа понравилась, но вот есть такие ошибочки. Значит, студент, который получит вот такие критерии, конечно же, должен быть подготовлен. Я понимаю, что эссе лучше давать студенту, предварительно написав подробную инструкцию. Сейчас критерии я внес, заданы эти критерии. Сейчас я сохраняю, закрываю, чтобы здесь не очень удобно, переходы прописаны, чтобы посмотреть. Значит, первая фаза настройки у меня окончена. Сейчас фаза представления работ. Значит, студенты должны написать свои работы. Они внесут эти работы в виде файлов. Я же после того, как файлы будут загружены, смогу нажать на кнопочку распределения. И вот здесь у меня, конечно, не студенты, а преподаватели. Но, тем не менее, я могу выбрать, например, случайное распределение. Могу распределить работы вручную. Если я распределяю случайным образом, то, на мой взгляд, это удобнее. Я здесь указываю, какое количество, например, по две работы. По две работы на одного человека. Могу также удалить текущее распределение, если было задано. Самооценивание отключено. Сохраняю. Значит, после того, как работы будут загружены, вот если я совершу такое действие, то распределение будет совершено между теми, кто работы написал. После чего... Ну, плановое распределение я не буду смотреть. После чего фаза оценивания, когда заканчивается, студенты должны будут оценить работы друг друга. После этого я смогу также оценить работы студентов, как преподаватель. То есть я смогу добавить свою оценку за эссе. И наступает фаза оценок. Но сейчас она у меня неактивна. Соответственно, после того, как будет оценена работа, баллы будут вычислены, и студент получит в итоге оценку за работу и за то, что он сделал лицензирование чьей-то еще работы. Или двух работ, как в данном случае. Вообще, конечно, эссе крайне... Семинар крайне интересный вариант работы, однако его настройки довольно сложны. То есть нужно учитывать, что это целое сложное мероприятие. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...